всем привет с вами рома а вы смотрите информационный дайджест на канале крипто комманс с событиями уходящей 36 недели вот почему выпуск хоть и 2 номер он будет иметь 36 также спасибо за обратную связь которую оставили в виде комментариев к стриму грине на котором он и представил первую версию дайджеста судя по этим комментариям я понял три вещи первое и самое главное формат вам зашел спасибо я очень рад второе вы хотите чтобы я меньше ругался не вопрос и третье вы хотите чтобы я меньше шутил да будет так и с этим сказано мы начинаем за последнюю неделю несмотря на этот изматывающий и скучнейший боковик с нисходящим трендом мире крипто все-таки произошли несколько знаковых событий сегодня расскажу о четырех из них но чтобы максимально сэкономить ваше время при этом не потерять никаких важных деталей я для простоты понимания их объединю в два раздела первый это политика и регуляторы второе это блокчейн начну с тема которая на первый взгляд может показаться для крипто вовсе не важной выборы президента сша сожалению здесь в точности все наоборот дело в том что тот кандидат который в итоге будет выбран и будет формировать крипто пространство последующие несколько лет начну с простого камал харрис похоже не только не интересуется темой крипто но и по всей видимости намеренно продолжить политику своей партии по дальнейшему закручиванию гаек все дело в том что в недавнем интервью на cnbc ее представитель сказал реально пугающую вещь он сказал примерно следующее администрация возможного будущего президента намерена обложить налогом внимание нереализованную прибыль капитала это значит что если вы купили bitcoin или любое другое крипто которая считается капитальным капитальным инвестированием и сделка стала положительной несмотря на то что вы не закрыли вы с этого будете платить налог не буду вдаваться в подробности насколько это дико и даже текущая администрация такого никогда не высказывала мнение а лишь скажу что участники этой дискуссии на cnbc ведущие высказали мнение что по всей видимости такая идея является даже не конституционной здесь вы спросите а как же дональд трамп скажу кратко почитайте историю дональда трампа из источников которые реально заслуживают доверия этот человек максимально эксцентричный эпатажной эмоциональной и все что он делает он делает ради личной выгоды для крипто дональд трамп не сделал ни в свои президентские годы ничего хорошего и сейчас также ничего не сделал да он выпускает nfc он принимает пожертвования в крипто и он делает яркие заявления согласно которому он сделает bitcoin резервной валютой сша я обещал меньше юмора выпуске но просто задумайтесь резервная валюта сша bitcoin звучит также реалистично как сошествие инопланетян на землю этого конечно же не произойдет для такой экономики как сша во первых а это невероятные риски б это не одобрит никакой не конгресс и он это не сможет сделать даже если очень захочет вся его суть дональда трампа в том чтобы привлечь максимально электорат и выиграть эти выборы все остальные заявления связаны с крипто не питайте иллюзий дональд трамп не сделает мир крипто лучше я боюсь это реально может стать черным лебедем который окажется даже хуже прагматичных и довольно не оптимистичны для крипто демократов вот такая реальность и здесь мы с вами переходим ко второй теме выпуска где сек подает судебный иск к openc да вы не ослышались объясняю на пальцах marketplace openc это все что связано с творчеством картинки креативы и художественные произведения музыка все что угодно но никак это не может быть связано с ценными бумагами и второе единственная причина почему стек могла подать иск на openc это из-за того что первое считает что вторая торгует незарегистрированными ценными бумагами бонусом еще идет одна вещь о которой я говорю в предыдущем выпуске о том что понятие незарегистрированная ценная бумага в мире крипто не уместно об этом говорил судья торрес и ну не будем повторять не буду повторять но смысл в том что единственное для меня объяснение почему вообще сек подала этот иск кстати о котором сейчас за эту неделю больше не слышно никаких новостей об никаких обновлений так вот почему она могла подать этот иск потому что она его готовила давно еще до последних решений суда в деле xrp против всех и по инерции не смогла остановиться это абсурд в максимальном значении этого слова у меня действительно в голове не укладывается как можно творческие произведения креативные произведения какие-то произведения искусства привязать к ценным бумагам незарегистрированным а более того не их авторов привлечь к ответственности привлекать к ответственности подавать на них иски а open space то есть marketplace который якобы позволил торговлю этими незарегистрированными ценными бумагами в любом случае конечно же я могу ошибаться это я прекрасно понимаю поэтому дорогой зритель если тебе есть что сказать здесь напиши пожалуйста в комментариях мне правда интересно узнать не только твою точку зрения а возможно понимание того что сейчас open space против всех происходит и какая здесь вообще реально может быть основа единственное обоснование которое приходит мне на ум это то что данное дело готовилась всех уже очень давно и несмотря на последние события и в судах в том числе всех просто по инерции этот иск взяла и предъявил open space это наверное единственное обоснование хотя даже она звучит как абсолютно абсурдным вот такие дела в разделе блокчейн я максимально кратко затрону две важные темы первое это смарт-контрактов xrp почему это важно да потому что очень крупный серьезный проект который максимально интегрирует решение в trade фай а это гигантские гигантские деньги запускает систему смарт-контрактов как ты знаешь я отношусь к старичкам очень тепло и старые проекты которые не только не останавливают свое развитие заключая стратегические соглашения но и непосредственно технически развивают свои решения это здорово данное нововведение на мой взгляд закрывает одну из самых больших слабостей блокчейна xrp давайте вспомним что выдающегося в нем пропускная способность высокая но в последние годы появилась масса новых проектов которые по данному показателю его значительно превосходят то что ripple работает с крупнейшими представителями trade фай которые используют блокчейн xrp как средство передачи стоимости безусловно это большое преимущество что еще вот мы и уперлись потому что блокчейне нет смарт-контрактов не решение дефай никакие токены никакая инфраструктура автоматизации нис который требует использования смарт-контрактов на этом блокчейне невозможно было до последнего времени ближайшее время мы посмотрим к чему это приведет и как это будет реализовано но если все получится то xrp сможет зайти в лигу современных блокчейнов использующих смарт-контракта и которые по праву может сказать что старички не только не сдаются но и догоняют а возможно и обгоняют и последняя тема сегодняшнего выпуска но не по важности это изменение в стейкинге которые произошли в блокчейне кардана после реализации апгрейда чанг если дорогие зрители среди вас есть счастливые обладатели ада хотя мне кажется сейчас любой обладатель крипто является счастливым как здесь можно и шутить в сухом остатке для того чтобы стейкинг ваших монет а до продолжил приносить вам вознаграждение за стейкинг вам нужно убедиться что в вашем кошельке сделан выбор одного из трех вариантов первое это вот он недоверие второе воздержался третье вы передали ваши голоса в пул голосов все очень просто но обязательно проверьте что это сделано в противном случае даже если монеты будут находиться в состоянии стейкинга вознаграждение по нему вы получать не будете на этом у меня все это был дайджест под номером 36 встретимся через неделю он и о и и и у и и и